здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях довольно интересно на мой взгляд собеседник потому что он участник ультрамарафона котлин рейс в серии заплывов гранд свимер сергей вялов здравствуйте сергей давайте переведем с импортного языка на это не просто на наш язык а чтобы все поняли а какой вы именно ультрамарафоне что это за вид такой спорта или это увлечение что это такое но начнем издалека да начнем издалека ультрамарафона бывают разными в беге и в плавании на других видах спорта наверно вот у меня именно получился ультрамарафон по плаванию то есть это заплыв который организован нашим соотечественниками дмитрий могуров там серия заплывов в разных местах и именно то заплыв который я плыл это от острова елагин который находится сан петербурге то и финиш был это стартом был и финиш был через двадцать шесть километров в городе кронштадт острове котлин то есть это начинается заплыв в не то через три километра ты выходишь уже финский залив и пересекаешь через финский залив до острова котла 6 камера 26 километров но я умею плавать скажем так мягкой такой форме и в принципе когда ты в бассейне то он ну так если никуда не торопишься то как бы так себе и плывешь то так то сяк ты пока лайк психологически понимаешь с тобой ничего не случится но 26 километров это ведь когда вы начали этим заниматься и главное почему заниматься именно плаванием я начал но года два назад всего два года на всего два года до предыстория такая то есть в 33 года я понял что что-то надо делать сейчас мне 47 вот поскольку уже был такой жизненный опыт виде живота там и так далее и 33 года год христа кабинетная работа и поэтому вот так начал немножко матереть и подумал что что-то над делать заболела спина то начало колоть и так далее пришел к врачу мне говорит слушай ну надо вот что-то со спортом придумать бегать там думаю ладно буду бегать и начал бегать здесь полюберцам то есть парк наташинский там стадион и так далее там подобное пока это не перевосло не не что больше просто в зависимость и здесь вам как бы понравилось бегать мне это понравилось я начал там себя отлично чувствую придумывать разные маршруты наверно быть разные маршруты и когда в принципе все маршруты уже кончились ну то есть здесь вот да начали организовываться такого плана соревнований то есть они сейчас как бы они узнали или в открытом доступе в интернете ну то есть вы сами начали искать да 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 до интересоваться естественно там по дороге с кем-нибудь когда бежишь встретишь себе подобного такого задана бегу на до бегу на рассказывать там то там был здесь здесь да ну все здорово заинтересовало и вот захотелось какого-то общения с такими же как я до одной волне что на одной волне не думаю ладно надо что-то пробежать вот пробежал я уж не помню что это первое было там что-то пробежал понравилось дальше больше дальше затягивать дальше идет уже развитие туда я нашелся тренера к этому времени простите до тренера вы уже бегали ну сколько какой у вас может там пять километров для не может там 7 то есть ну вот в порядке таких то есть каждый день каждый день ну конечно там выходные были то есть пять километров для вас было пробежать уже ну не то чтобы сложно да ну да да и для настроения для нас для того чтобы как бы кровь там и то есть из любителя потихонечку начинает расти профессионал и слова тренер профессионал нет но про канал не в смысле как профессия а в плане отношения отношения где надо уже стала появляться уже смотришь и за питанием уже смотришь за витамины уже сдаешь какие-то тесты специальные там клиники спортивной медицины контролируешь там пульс записываешь это все в дневник дабы сейчас уже стали какие-то ну не стали уже давно есть программа появляться которые это фиксируют раньше это было в блокнотах там тетрадка 15 но сейчас можно и в еду всю записывать специальную программу тоже да сколько углеводов сколько жиров типа того да только немножко посложнее да 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 и вот она соответственно дальше познакомился с тренером любовь васильевна мурганова она известная наша спортивная российская спортсменка где это не вот удалось с ней несколько но не несколько там какое-то время побегать она стала технику бега там очень интересно с ней общаться вообще глыба такая которая там завоевывал там чемпионаты европы в нью-йорке бостонский марафон выигрывал вам третье пробегала и так далее то есть правильно понимаю что вот техника бега то есть вы бегали как-то до этого так а потом она вам еще что-то казалось а вода внешне экономичный бег это ставится все что бег без травматизма тренер мне кажется это очень важно потому что так бегаешь не то есть можно надрываться очень часто травма бывает да здесь тренер именно ставят вот технику бега и как бы заставляет тебя прогреть прогрессировать таким образом до бегал 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 в принципе пробежал не то что все все что можно хорошего слова добегался до какой-то точки пробежал 5 марафонов ага 42 и 2 километра то есть это и московский марафон был два раза и сам в санкт-петербург ездил бегал в сочи покровский марафон ну то есть еще какие-то было немеряное количество полу марафонов то есть двадцать один и два десятки мне очень нравилось бегать пробовал себя в горном трейли то есть это забегал там по горам что вернулись да это не вверх-вниз это там бегал на красной поляне был а горный такой трейл когда с точки красной поляне 1400 не 500 метров над уровнем моря забегал там на 1800 на гору и также по серпантин спускал с низкой бездорожью там интересный такой опыт на самом деле вот когда воду набираешь в ручьях там забираешься бегаешь но и ноги там как бы не по ровной поверхности ну да да там вот это вот скалисты все ну ну то есть вам все время создавали себе трудности мука это какие-то к рудности которые надо преодолевать за и пробовал в беге в разных себя моментах ну то есть вот так я так понимаю что вы участвовали там грамоты какие-то медали дали за то есть очень нравится в грамотку медальки получать я так как бы одна из одна из мотивации да видишь как ворона там но вздох не но с другой стороны вы тоже так интересно говорить о том что но еще там то есть для вас как бы сама участие туда это хорошо но это как бы все уже в прошлом все время идете вперед все время идете дальше до дашь придумываете себе новые ну как крылья рады как синдром отличник так далее постоянно что-то пытаешься там доработать здесь получилась такая ситуация что я в клуб хожу фигнуть спортом то есть а немножко железо да немножко там укрепляют связки там еще что-то там тренер рекомендует начнут ходить вот и встретил там человек там соответственно все там разговаривают каких-то кто-то чего у меня деда отчего лиц друг перед другом там все вот это вот мужская спортивная тема вот и парень стал бы слушать а я вот котлент пропал я бы слушать что такой котлент 26 километров я думаю мать его я на него посмотрел я думаю вообще бог стоит я на нее смотрю думаю как но вот это вот же это же не умещается черепную коробку как это можно 6 километров до 26 километров и он не так рассказал слушай там плыли я выпал там под вечер плыл всю ночь вот меня там где-то потеряли потом нашли ягод плыл там отдыхал переворачивался на спину там небосвет нас наслаждался этим видом звезды финского залива лирика рано да ну да там без этого никак вот без этого психологического настроения думаю тут то что вот мы делаем здесь да там кита марафоны горные трейлы все это как бы меркнет но по при всем при том не плавать как бы абсолютно не нравился я честно говоря плавал там вот сделаешь беговые тренировки там она просто для ну что прославил да ты плывешь вот и у меня как-то вот что-то там щелкнуло я думаю тоже нестандартная история нестандартная это то есть бегают многие тем более сейчас бегают все а вот вот так вот что и что и так слухи дольки нет у вас еще до то что медальки давно нет это как бы такой вот не знаю может это больше психологический момент а на то выполняешь какую-то работу и соответственно то есть получается вознаграждение вот такой знак отличия так многие многие считают это ерунда кто-то эти медали вообще там переплавляет какие-то вещи там накидывает не знаю мне нравится вот и получается так что заинтересовала я я послушал забыл как бы собственно альтер-эго упал просто разбил все я думаю блин и получилось так что я пошел на проверку здоровья только доктору и доктор сказал надо плавать и доктор сказал слушать да у тебя с коленом то вообще там проблема как ты бегаешь я говорю ну вот так бегу мне прописал палку там на шесть месяцев давно что да ничего не болело абсолютно там фильм получается какой-то так вот и в то время как раз должен был бежать есть такое есть такой такие соревнования как гель по золотому кольцу кстати обалденный да они проводятся по городам золотого кольца и можно с семьей там приехать побегать посмотреть об разном городе побежали в каждом городе до паузы следующие побежали да не не нет ну то есть например в эти выходные в этом городе там охраны это я пустую и приезжаешь на переслова залезки в углич мышкина смотришь город бегаешь все здорово и вот как раз вот в этот период мне все я с палочкой там и не за меня побежал дочь побежала дочку мне маленькую дочку а вот так 8 лет да и там был детский забег мы поменяли это все и она с удовольствием то пробежал там метров но порадовались а я уже бегать не мог у меня есть фотография как бы с этой палочкой там хожу как ну да насколько для вас это было до тяжело да и при условии того что то есть апогеем вот этой беговой темы как бы немножко такое отступление да например у бегунов есть марафоны там 7 марафонов мейджоров которые самые старые в мире которые там идут лондон берлин токио бостон чикаго нью-йорк и но не знаю как каждый вот у меня была такая идея фикс думаю бегу все вот эти но да он и да это круто но туда попасть не просто почему потому что там желающих 500 тысяч а попадает только 50 они разыгрывают специальную там лотерею да и ты подаешься заявки свой результат отправляешь вот в этот вот комитет они рассматривают и я несколько лет подавался там берлин ну вот в лондон и не всегда говорили нет и тут подаюсь в токио и мне говорят слушай ну да приезжает в токио и да потом и получается так что потом там пандемия подачу какие-то катаклизмы этот старт у японцы передвигалась передвигался я готовился и все и потом вот травма колено и все это мечта как бы она рушится да ну то есть вот японская то что рада мы то что вот эта мечта да вот такой вот как бы так на горизонте а у пловцов соответственно это потом я знал то есть там у альпинистов если знаете и 7 вершин там не всегда для вас так далее там они забирают сюда тоже покоряют а у пловцов и 7 океан и вот 57 все там по 7 до 6 если не совсем это ну вот 7 и вот честно говоря начал читать и чудо меня это все зацепило не отпускала немножко эта история так периодически да она возникала и все и как раз вот я про токио значит пришлось с идеей вообще с расстаться потому как колено бегать нельзя там вплоть до ну то есть вот давайте сейчас здесь пап как раз поставим точку сделал небольшую паузу и с этого места и начнется уже плавательная так скажем до история нашего гостя сергей вялов участник ультрамарафона у нас в гостях напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях сергей вялов участник ультрамарафона котлин рейс в серии заплывов гранд свиммер и бей всю первую часть мы говорили о судьбе бегуна который пытался попасть на самые главные забеги марафонские и в токио уже даже согласились и уже пригласили кто началась пандемия а тут проблема с коленом и вот с этого места с этого места да и дальше возникает как картинки вот этот вот парень с фитнеса там да то есть вот это котлин рейс там и так далее плавание думаю надо надо это более вода как бы колено другие перерывая интернет в поисках соответственно сразу тренера и нахожу как мне кажется одного из лучших тренеров сейчас по открытой воде на у нас в россии по крайней мере царамотин юрий валевич вот тоже участник там победитель всего часы и он проплыл в 19-м году по моему 109 километров там в австрии там все то есть и записываюсь к нему группа попадаю и начинаю там плавать в клубе вот готовятся и сразу встает вопрос о цели что ставит то есть это начало там сезона что ставить в конце сезона и не поговорил он посмотрел оценил да давай попробуем вот я начинаю сильно тренироваться на течение года 5 тренировок в день 5 3 в день в неделю в неделю да там общем объем плавательный где-то 25 километров там разные совершенно тренировки и то есть и 2 2 2 раза в неделю я занимаюсь здесь в любезном бассейне и там 2 но вернее 2 3 и 2 раз и посещаю бассейн зил такой большой отстроили в москве и там открыто и закрыто 50 метров дорожки очень все удобно вот и год готовлюсь морально настраиваюсь психологически то есть это мне кажется одной из самых трудных таких моментов потому что заплыв конечно там трудные но ты к этому готовишься ну вот посмотрите человек который ну ходит бассейн много же люди доход бассейн на дети там занимаются и сами ходят люди и но можно там проплывать там не знаю 50 по 25 там можно проплывать или 50 там вот она там 30 победить но можно то есть в принципе когда хорошо идет ты так поймать как я уже говорю плывешь и плывешь да но опять же психологически ты знаешь что если вдруг тебе надоест и что можешь выйти у тебя есть края всегда берега берега всегда есть ты их видишь рядом люди и так далее вот а здесь речь идет вот я по себе даже сужу когда ты приезжаешь отдыхать но казалось бы вода же причем много но над давай занимайся как как бассейн только пожалуйста тебя полно да ну я всегда стараюсь тоже подальше заплыть я люблю чтобы глубоко было но все равно как-то вот этот пляжные начинается да так отдых полежать посмотреть да а у вас целая история тем более вообще вот питер финский залив кронштадт всегда немножко с холодом от даже летом с холодом ассоцируется да вот редко редко когда люди там купаются возле петропавловской кремости крепости сад петербурге в летнюю жару вот тут же помимо всего технологического нужен еще психологический момент и возникает простой вопрос зачем сам уже распространен на самом деле зачем я не знаю но это наверное все таки опять же не знаю хочется зайти за какую-то грань туда где ты не было психологическом плане да то есть ты плаваешь километр до чего-то что там за за 2 километра сколько в бассейне могли уже готовятся там последние заплывы во сколько но во-первых регламентом соревнований предусмотрены квалификационные заплыва да и ты должен ну то есть есть часы до которые мере прохождения какой-то дистанции и ты должен трек скидывать организаторам заплыва на без остановки до каждой остановки ты должен скинуть трек с десятью километрами из 15 а вот 10 километров я плавал в бассейне да то есть 25 метров там 400 бассейнов по моему получается вот для меня это да ну и для меня это да 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 для всех вот потом значит мы поехали с семьей на отдых в турцию этим летом там я попробовал думаю про полу 15 но короче говоря такой курьезный случай я выбрал там по карте какое-то место в кемере и думаю по полу вот туда в бухту там красивую бухту во плаву так бухту вернусь назад стал там посмотрел рассвет в 4 думаю сейчас 4 там стану все все встал поплыл и проплыл по моему 12 километр врезался в такую огромную черепаху даже что да она в бухту потом я узнал мне там охранник ли кто-то скалангет суши это тебе повезло что она как бы ты в нее врезался она огромная была она там метра полтора наверно было то есть диаметры тебе повезло что она тебя горит не цапнул потому что у нее сила вот это вот с которой она там сцепляет она равна там чуть самый сильный самый сильный хищник за хищницы она горит яйца в эту бухту откладывать там в песок закат а тут марафоне я вернулся там в другую сторону побывал думаю нет все на сегодня хватит этих марафонов черепаха не догонит но если договора черепаха да вот и 12 а потом уже по приезду сюда все равно как бы нужно чтобы допустили соревнования нужно выполнить это коллекционный заплыв я уехал здесь северо-западной карьере есть под жили вот и плавал уже там в гидрокостюме вот кстати для этого же плавания помимо нового умения еще вот эти все необходимые специальные вещи в чем вы плавали этот фон это гидрокостюм он обязательно там есть к есть разные дисциплины есть то есть соло заплыв вот в этой серии без гидрокостюма вообще все папа на по натуре плавки нейчурал такой да вот то есть да ты плывешь без всего второй вариант это с гидрокостюм да который сохраняет тепло и все-таки как ни крути 16 градусов не знаю да мне это как бы некомфортно да да уж на в нем как-то чувствуешь себя он сохраняете по защищенным и вот именно дает чувство защищенности что ты плывешь не выдавая хотя бы в чем вот по желанию буй ну спасать за брюк да он сзади плывет чтобы если вдруг что-то у тебя случится так смог за нее схватиться туда ты можешь положить питание которую тебя на трассе идет через каждые три и сорок минут вот но я без бы я плыву потому что он как бы ну не знаю чисто такое ощущение что он мешает тормозит человек или там ветер будет он сносит за вами кто-то следил как-то конечно старт начинался 6 часов утра несколько человек плыва или в один нет я один плыва соло-соло заплыв а солода так вот старт начинался в 6 утра за мной пола лодка и в лодке сидел сопровождающим то есть двое сопровождающих меня которые один не прям вот смотрел за мной постоянно это мой друг сергей черкашин чтобы со мной ничего не случилось никуда не вильнула волна теряем его да то есть он вот прям я чувствовал взгляд постоянно себе и 2 александр истратов который отвечал за питание за время мужская плывешь ты не ощущаешь а там через каждые 40 минут четко нужно согласно плану заранее составленному есть какие-то а что я бы как-то прям останавливаетесь и медленно правилами запрещено касаться лодки а вот и ты значит сопровождающий поднимает руку ты понимаешь что прошло там 30-40 минут а отплываешь к лодке тебе дают или 0 там если дотягивается так или если нет то кидает на специальном приспособлении прям как рыбки ну да да вот вот кидает меня тебе питание а соответственно с графиком а спортивная то есть ты выпиваешь эти гели в которых углеводы все какие то есть это даже питание просто вот именно для поддержания для поддержания работы то есть здесь это не обед организм да это как как эта машина его закинул там а вода рубку вода обязательно да вода потом вот это вот каши хэйнс детские возводится и высокоуглеводные гели а сколько проект по времени продолжался ваш 8 хотел сказать полет 8 часов 52 минуты я где 8 часов 52 минуты а здесь задача стояла как в ультрамарафоне на километраж или на время тоже там стояла задача от точки до точки и поскольку есть внутренние течения до может сносить и ты можешь плыть по зигзагу соответственно это расстояние может быть 25 либо там 27 а метров меня получилось там 26 километров вот 26 километров вот хорошо вот вы плывете но я не знаю я не пробовал так очень долго быть но тем не менее на каком этапе наверняка возникает сначала момент но не наверняка мне так кажется это сейчас расскажете автор уже этой истории своей когда например вдруг хочется все бросить а потом вдруг наверно наступает момент когда тебе кажется что ты можешь плыть вообще бесконечно вот как это вот регулировалась у вас организм мне кажется зависит все таки не от физических каких способностей а больше вот опять же психологически от головы до голова тебя пытается постоянно твой мозг и обмануть да что ты делаешь остановить то есть ну да вот это не шизофрения те накидывает как бы там мозг вот эту всю ерунду мне кажется необходимо просто отключить голову и наслаждаться то есть вот этим полетом как да то есть мне кажется плавание вот именно длинной дистанции может быть но я не быстро плаваю то есть я где-то там всего этот заплыв пропал там по моему человек 70 и за все время там с 14 года я где-то посерединке там нахожусь вот по времени там и так далее но зато среди всего 70 ну да это звучит точно да это звучит вот и а как раз тренер мой он является лидером а он в этом году сделал там он проплыл еще плавает да он плавает он плавающим его можно сейчас увидеть в абсолютно там на всех заплывах практически на длине на открытой воде то есть он такой и он получается проплыл меньше по моему вот за 6 часов и он стал как бы лидером вот на этой дистанции вот на ведь 1 на хороший профессиональный человек очень быстро по вот скажите что вот какие по происходили с вами ощущения по ходу вот отключили голову до отключил голову и ты в переходишь состоянии такого какую-то она сама по себе а вы о чем-то да 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 ты где-то не здесь ты где-то там вот вот это состояние каким стилем вы разными стилями откроем а это положено по и нет почему можно плыть там бросился на на спине можно было положено спине да может они некоторые кто плывет более длинные дистанции они приходят на спину там отдыхают дают отдохнуть мышцам там которые работают при работе кролем на груди нас остается мало времени два вопроса первый вопрос от приплыл какие были ощущения но жалко не было что за все захотите жалко не было было ощущение такого счастья какого-то да потому что все-таки это было где-то далеко и когда приплыл там есть вот видео там когда я приплываю там выбегают два человека начинает там вливать как этого шумахера а на плане то есть потом тебя там похлопывают люди там которые не знают потому что тут проплываешь на пляж кронштадт они там выходят где-то откуда слушали он от лахта-центра там 20 логика как это начинается удивляться и ты понимаешь что ты это сделал тебе там медаль на шею ты уже как бы в этом шампанском весь это дают тебе табличку вот это там сергей вялов там проплыл и ты крепишь и на набережной кронштадт и вот как даже там теперь можно ваш табличку верить да 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 ну и возникает вопрос а что дальше если какая-то мыслей но уха дальше будет в следующем августе планы уже есть если позволит там звезды там все стичь и сложатся это будет не 8 7 километров от острова орешек до острова елагин 77 там да там есть хитрость небольшая здесь когда плывешь здесь получается но по неве по течению а там включение чуть-чуть помогает а здесь нет здесь финском залив нет течения здесь только они разные там болтают не странствами почти как ваня на 77 километров до 14 часов там 15 плывут ну кто-то быстрее когда заплыв летом в августе месяце я думаю что сейчас это все с организатором согласов тогда будем надеяться что все состоится во первых во вторых приходите к нам как все получится с очередной медаль плохо что не принесли ничего собой то забыл да да но значит следующий раз принесете обязательно сергей вялов участник ультрам во первых человек который начинал просто бегать по чуть-чуть а потом добегался да уже надоело ему и немножко не так а колено кстати сейчас как как абсолютно нормы но все некоторые добивался добивался хорошего добивался до марафона а ультра марафона который связан уже с водными видами спорта участник ультрамарафона котлин рейс в серии заплыва в гранд свимер и теперь табличка с его именем есть кронштадте на набережной спасибо вам огромное вам побед а вам иногда задуматься над тем нужно что может быть поменять что-то в своей жизни в лучшую сторону это была программа открытый диалог всего доброго а о